Всем привет! Вы на канале Снежа на Снежок. И сегодня я снимаю облог, как я прокалю пупы. Первое мое прокалывание было 4 месяца, второе в 7 лет и третье в 10 лет я буду прокалывать хрящик. Мне интересно, больно это или нет. Сейчас проверим. Сережки в ушах сегодня не вызывают у людей никакого удивления, особенно если дырочка находится в мочке. Это считается обычным явлением и подобным способом украсить себя. Пользуется практически каждая женщина. Но есть места для пирсинга, которые можно считать более смелыми и привлекающими внимание. Например, это прокол хряща уха. Много печет. Чего печет? Не знаю. Как бы не было. Я лучше тогда за глаза закрою. Я тебе поставлю место, куда оно самое оптимальное. Ты сейчас посмотришь потом и закроешь. Потому что туда, куда ты показывала, там не вообще. Там я не буду отлично. Просто мало просто. Идем вот здесь. Там, во-первых, очень мало места для сережки, чтобы она отрезала. А во-вторых, тебя не будет видно, когда ты будешь ровно смотреть. То есть, немножко выше от того места, которое показывала. Ну, хорошо. То есть, я это рекомендую. Круто. Пойдем. Я лучше закрою глаза, потому что... Я думала, не больно. Или больно? Больно, не больно. Напишите в комментариях, как вы считаете, больно прокалывать хрящик или нет? Солнышко. Все. Ты с сережкой. Ну, как? Ну, немного там больно. Ну, немножко, да? Естественно. Ага. У нас сверху там немного болит. Но все равно как будто... Но особо они безболезненные. Сережки специальные, типа, что заживляют, да? Ну, это специальные для прокола сережки. Круто. Я прокололах ящик. Кохорящик. Круто. Если вам понравилось, ставьте лайки. И Снежана плакала И Молодец Ребята, я проколола хрящ Посмотрите, как это круто Это просто бомба Круто Если вам нравится Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Пока-пока